Нет, я не знаю такой средней заработной платы. У меня муж получает 20. Как вы думаете, откуда они берут эти цифры? С нимбес. Как по мне, так мы не живем, а выживаем. Молокозавод нету, ЖБИ нету, ЗМК нету, ничего нету. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Здравствуйте, дорогие друзья. По данным Росстата, уже на сентябрь прошлого года средняя зарплата в стране составляла более 54 тысяч рублей. Сегодня мы спросим жителей провинциального города и узнаем, что они думают по этому поводу. Это «Глаз народа». Нет, я не знаю такой средней заработной платы. Ну, по крайней мере, у меня точно тогда у меня не средняя заработная плата. Среди ваших знакомых много, кто получает 54 тысячи рублей? Нет, вообще таких нет. А как вы думаете, откуда взялись эти цифры? Ну, по мне так получается. Кто-то кушает мясо, кто-то кушает капусту, а вместе мы кушаем голубцы. Получается так. У вас есть знакомые, кто получает 54 тысячи? Нет. Нет. Как вы считаете, откуда Росстат берет такие цифры? Не могу сказать. Наверное, с небес. Вот здесь кассиры. Говорят, 20 тысяч зарплата, никто не хочет сойти. А вы говорите, 50. Ну, я вот, Путин даже на конференции, как он сказал, это, средняя. Но они берут все по-среднему. Но один получает миллион, другой 10 тысяч. Среднюю получают 50. Ну, это ж нельзя так делать. Ну, как-то. Ладно, вот я плачу 7 тысяч за квартиру. Ну, куда это? Остальное как? А питание? А обед, собутся? А дети, семья? 54 тысячи рублей. Вы с этим согласны? Нет, конечно. Нет. Я уже сказал, что нет. Вы не верите Росстату? Не верим. А кому вы верите? Которым приносит муж домой. На шахте. Работает шахтером и получает 40. Вы считаете, что 40 тысяч – это достойная зарплата шахтера? Нет, не считаю. Потому что в государстве денег никогда нет выделить на нормальную зарплату людям. Но ведь акционеры этих шахт ездят на дорогих машинах, живут за границей. Ну, потому что они сами себе предоставлены, и у них зарплаты будут гораздо выше, чем у рабочих. Нет, у меня муж получает 20. Сварщика. Так а Росстат? Нету ничего. Я в это не верю. Не поднимется зарплата. Потому что начальцы всегда себе на карман ложат больше, чем положено. Потому что они считают, что они выше нас, что они круче. И им деньги важнее, чем обычным людям, рабочим. Потому что с маленькими детьми этой зарплаты очень мало. Хочется, чтобы оно было лучше, больше. Что вы ожидаете от нового 2022 года? Улучшение. Что наше государство надумает, что нужно как-то лучше преподнести нам жизнь, чтобы мы жили хорошо. А как вы думаете, а почему в прошлом, позапрошлом году они это не сделали? Без понятия. Даже мысли нету о том, почему так. Средняя зарплата в стране, по данным Росстата, составляет более 54 тысяч рублей. Вы в это верите? Да. Я в это верю, абсолютно. Много ли у вас знакомых, кто получает такую зарплату? Да. А где они работают, если не секрет? IT-сфера, программисты. Как вы думаете, а почему многие считают, что это не средняя зарплата по стране? Потому что, вероятнее всего, если говорить конкретно про наш город, то, к сожалению, рабочие места не располагают такой зарплаты в силу низкого бюджета у самого города. Если посмотреть на нашу красивую администрацию, давайте покажем ее всем. Вон она стоит сзади. Средняя зарплата у специалиста 12 тысяч рублей. Нету такой зарплаты. А где в наше время можно столько зарабатывать? Москва, Ростов. Почему вы не верите Ростату? Ну, средняя, ну, от силы тысяч двадцать и все. С каждым годом ваша жизнь меняется в лучшую сторону или в худшую? Наверное, в худшую. Тяжелее, особенно сейчас. Сейчас уже ждет девальвация рубля. Будет, скорее всего, обвал. Рубль еще ниже упадет. Так нам же говорят, с телевизора все хорошо, все прекрасно. Конечно, лучше меньше смотреть телевизор и быть ближе к народу. Какие, на вас взгляд, перемены произойдут в этом году? Никаких. Вообще ничего не жду. Ну, такое ощущение. А с чем это связано, ваши ощущения? Ведь многие так говорят. Просто с ощущением. Это, знаете, на уровне животного инстинкта, наверное. Я бы хотел, наверное, вспомнить то ощущение с детства, где отец работает на заводе, где профсоюзы отправляли нас, их детей, за то, что они трудились в санатории за много тысяч километров. Дети не чувствовали себя обделенными, чего-то не хватало. Дедушки, бабушки наши также отправлялись в санаторию лечиться, поправить свое здоровье, чтобы у бабушек и дедушек была возможность на свою пенсию поехать, действительно отдохнуть куда-нибудь. Верите ли вы, что такое будет возможно в ближайшее время? Нет. Нет. Нет, брехня. Как вы думаете, откуда они берут эти цифры? Да, из крупных городов. А мы разве не Россия? Ну, для них, видать, нет. Когда народу очередь дойдет? Революцию сделаем, тогда будет. Не по-другому никак. А считаете ли вы, что у нас в стране есть возможности, чтобы зарплаты были выше? Есть, конечно, возможности. Если они будут себе меньше вложить в свои кошельки, конечно, у нас будет больше зарплаты у людей, у мужчин. И у женщин так же. А среди ваших знакомых много тех, кто получает более 54 тысяч рублей? Да, я думаю, это вопрос не по адресу. Ну, парочку человек имеются, но это же ничего не решает. Ну, здесь, если поищите, может, и вот 2-3 человека найдете. Остальных в среднем примерно 25 тысяч, 26. Больше не дадут никто. Путин сказал, что у нас инфляция в стране 8%. Вы согласны с ним? Я думаю, больше. А почему же он так думает? Ему, наверное, какие-то информации дают. Это по себе. Обманывают, обманывают? Нет, не в этом дело. Дело в том, что что значит среднее? Если мы берем по продуктам, то да, выше выросло. Если мы берем по ЖКХ, нет, на 8 не выросло. Где правда? Надо все среднее считать. А среднее, это слишком много надо ума иметь, чтобы среднее посчитать. А вы как считаете лично? Ну, для меня, конечно, тяжелее, когда именно то, что необходимо, продукты и ЖКХ, конечно, повысилось больше, чем 8 раз. Это да. Ну, потому что сейчас зарплату выдают очень маленькую. Где-то 20 тысяч может в месяц быть. А у вас есть знакомые, кто получает 54 тысячи? Нет. Нет. Ну, потому что вот мои люди, вот знакомые, они говорят, что вот они работают, там месяц, им говорят, вот 30 тысяч будет, на самом деле даже 30 тысяч. Нет. Где-то 20 получает, может, максимум 15. Получается, что нас обманывают? Да. А как вы думаете, а где у нас на Руси жить хорошо? Не знаю, честно. Даже представления не имею, где можно жить хорошо. Средняя зарплата в стране составляет более 54 тысяч рублей. Вы в это верите? Нет. Нет. И никогда не поверю. Как вы думаете, откуда они берут эти цифры? С небес. 13 тысяч зарплаты. Можно взять, ну, я возьму, например, сторож работает. 13 тысяч, а он всю ночь не спит, всю ночь гуляет. Я вообще не знаю, что это за зарплата. Ну, ведь по телевизору же говорят, все хорошо, все нормально. Да по телевизору многое что говорят. А на самом-то деле того не выполняется. Их порядок провести надо, вот этих олигархов, верхнестоящих. А потом уже все остальное делать. Но ведь они же нам говорят, что нам надо начинать с себя. А как мы с себя начнем, если они ничего не делают, не хотят делать? К ним обращайся, они на тебя смотрят, как на новые ворота, или посылают куда-нибудь подальше, и все. Вот и все. И как с себя начинать можно? У нас за прошлый год состояние наших олигархов и богатейших людей России увеличилось на 65 миллиардов долларов. Но получается, деньги есть? Ну, конечно, есть. Есть, конечно. Но куда они их девают? Они их за границу отправляют. Более 100 миллиардов было вывезено из страны за границу? Ну вот. А куда же вы хотите, чтобы они их девали? Они никогда не выложат сюда. Их только заставлять надо. Почему их никто не заставляет? Потому что нет Сталина. Сталин был бы, поднял бы всех, всех стенки поставил. Верите ли вы, что в России средняя зарплата составляет 54 тысячи рублей? Нет, не верю. Почему? Потому что нищих много. Одних пенсионеров 4 миллиона. Ну, там, пускай процентов 20 получают ничего. А то нищета. А с чем это связано, как вы думаете? Ну, наверное, с политикой государства. Сколько они не говорят, борьба с нищетой, а толку по нету. А как вы думаете, откуда берутся эти цифры? Ну, наверное, по Москве равняют всех. Таких зарплат я не видела и не слышала даже. Для обычного рабочего человека. Как по мне, так мы не живем, а выживаем. Просто так. Я уже не знаю, чего ждать. Но ведь по телевизору же говорят, все хорошо, все нормально, налаживается. Знаете, не для эфира. На заборе тоже написано, как и по телевизору. Одни говорят то, а на самом деле совсем другое. Знаете, как бы за СССР не говорили, но все-таки как бы там тяжело не было. Но там, мне кажется, понятнее было. Люди и получали жилье, и зарплата стабильная была, пускай маленькая. А сейчас мы не знаем, для чего живем. Куда-то исчезли тысячи заводов и фабрик. По всей стране народ сейчас без работы ходит. Как вы думаете, кто это виноват? Знаете, люди. Почему? Потому что раньше мы шли работать, нам нужна была работа. А сейчас первое, сколько платят. А как же без денег? Платят столько, сколько ты заработаешь. Если он пришел и баклуши пробил, как ему заплатят хорошо? Так если идти некуда. Неправда. А куда можно устроиться в нашем городе? В нашем городе. Сколько объявлений швеи требуется, сколько объявлений грузчики требуется, сколько. Если человек хочет работать, он найдет. То есть идти грузчиком, правильно? Ну и пусть поработает грузчиком. И ищет в это время работу, которую найдет получше. У вас есть знакомые, кто получает 54 тысячи рублей? Нет. Нет. А если не секрет, какая у вас заплата? Ну, сейчас подняли 23, 24, 25. А хватает этого? Нет. Ну как можно? С тремя детьми хватит. А у вас много знакомых, кто получает 54 тысячи рублей? Ну, есть. Парочка. Бабушки, дедушки давно еще говорили, это после войны. Вот лишь бы не было войны, все вытерпим. Вот и терпим, и терпим. Никто не поднимается, не выходит, не говорит абсолютно. Понимаешь, ну, ветераны, пенсионеры, которые под 90, по 80 лет. Ну, почему не создать им условия, чтобы они пожили хоть под конец жизни? Ведь война была, гражданская война, все это дело на наших плечах. Восстановление такой экономики. В космос полетели мы, наши первые, Гагарин и все. Ну, почему так мы, там на западе все, они, правда, маленькие там страны, асфальтированы, дорожки, все там нормально. А у нас большая территория, большая, не знаем, какие дыры, каждый год ремонтируем, то там, то там, то там. Но ведь самые дорогие яхты, самые дорогие дворцы скупают именно наши олигархи, наши предприниматели. Ну, так за счет чего? Приватизирую сделали против народа, захрапали все эти вот наши государственные предприятия, которые давали прибыль и дают сейчас. Только не нам, не в наш народный бюджет. А много ли предприятий осталось сейчас в округе? Мало уже, мало. Вот у нас в Солине, посмотрите, металлургический завод, было около 6 тысяч работающих. Сейчас где он? Нету его. Мясокомбинат когда-то славился, понимаешь, продукцией. Колбаса Сулинская хорошая была. Нету. Молокозавод нету. ЖБИ нету. ЗМК нету. Ничего нету. Одни только вот магазинчики, лавочки, все. Больше ничего нету. Так какое же будущее тогда будет у нашей страны? Будущее будет. Все, довольны. Ни хрена толку не будет. Абсолютно. Если так и дальше пойдет, то будьте никого. Субтитры создавал DimaTorzok